Она говорит, будьте благословенны, ну так, по-хорошему так, она даже, я так понял, не поняла, что меня обидела, вроде на что обижаться, вроде, что благоставляла там, вот, а она еще даже похвалила меня о чем еще, что я там с мужиками с этими разговаривал, это фабрика пролетарий, технических картонов, там все вот такая публика пролетарий, вот, значит, и, значит, она там, она трезвая была вообще, на всей этой фабрике, значит, и гендиректор, бандит там, он тоже трезвенник такой, убежденный почему-то, ну, такой вот, как бы, вот, значит, два трезвенника только лежат на всей этой фабрике, вот, и она там покаялась, эта женщина, и она там заевангализировала всю эту фабрику картонов технических, короче, вот, там, значит, и, а здесь я с мужиками стою, значит, и, ну, как бы, им что-то там, я уж не помню даже, ну, что-то тоже о Боге вспомнил там, вот, я все время в подрясте, где-то там был, как бы, разговоры часто такие возникали, о религии, о Боге, о вере, о церкви, ну, вот, и, может, здесь что-то там, да, батюшка, да, вот она, она поэтому проходила и говорит, о, спасибо, батюшка, что вы хоть с нашими мужиками, хоть, как бы, значит, беседу такую духовную ведете, как бы, да, то пусть за ум берутся, а то вот пропадают там, спиваются, все, вот, и меня еще там, будьте, пусть вас Бог благословит, будьте благословены, у нас же наглость какая-то, как бы, как бы, знаешь, что там, батюшку, благословите, там, значит, там, руку позаловать, как-то еще, у нас такой был порядок даже, значит, утром просыпаемся, все, умываемся, все, значит, там, на молитву, там, ну, благословляю, жена руку мне целует, значит, там, дети, маленькие совсем еще, каракульсики тоже руку целуют, все, значит, все, мы, вот, значит, теча приезжая, тоже начали, а потом уже разговор ведем так что проблем не было ничего еще никогда слава богу как хорошее средство уже заведено а здесь меня благоставляет что это за банибраска ну ладно а она мне еще так сказала еще при этих мужиках она при мужиках начала говорить что-то вроде того что у нас один бог одна вера думаю ничего меня тоже все кто записали говорю женщина у вас своя вера у нас своя вера у вас свой бог у нас свой бог я уже смекнул что она протестантка она же точно американская спецподготовка вообще ей все божья роса вообще она такая на промол прет и все я говорю не не стоп 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 говорю у вас свой бог у нас свой бог ничего общего а потом удивительно такие происшествия стали происходить через несколько месяцев я был в гостях на домашней группе где вот эта женщина была лидером представляете это вообще ну к тому времени я уже конечно же побывал и общался с протестантами уже нормально и даже был в собраниях уже там в церкви даже а вас вызывали на разборку куда это ходит отец Сергей ну ну как это не разборка не разборка ну я благоставение взял так немного с хитростью но взял к непископу приехал ну и мне уже стали доходить стали слухи что так и так что меня могут как бы какие-то взыскания по поводу моего общения с протестантами и я сам к епископу поехал вот там со всякими ну с проектами там и все значит очень хорошие материалы были хорошие проекты за его благоставение тем более как тогда я был редактором газеты первой газеты православной церковной газеты вот в европейской части России не было еще газеты своей именно церковной газеты я был ее первым редактором газеты церковь вот значит и там другие лекции проводил там по поводу абортов значит там профилактика там еще что-то с показом материалов вот и все это предоставил епископу и в конце значит там еще у меня была бумажка по поводу сотрудничества с протестантами вот значит ну я даже это и не скрывал епископы так и так что говорю вот нужно ваше благоставение мне на общение с протестантами потому что даже если говорю вот я хочу показывать допустим материалы на пальцах покажу вот они предоставляют большой телевизор вот значит видеомагнитофон значит у меня кассеты есть в Москве мне дали допустим там на Динамо эти кассеты церковные а на чем я их на пальцах покажу что ли значит мне нужна аппаратура мне нужен человек который обслуживал бы эту аппаратуру значит колонки там все эти вот значит там эти большие вывешивал а у них у протестантов есть это все и они мне предоставляют бесплатно предоставляют литературу там особо не накупишься литературу а они могут там предоставить я там в Минск ехал там там у баптиста там слово сказал мне там целый чемодан подрывной литературы вот а потом батюшку у вас можете вывезти у нас Новый Заветов немерен до потолка а я прям у меня был москвич этот сороковой еще как раз рессортом поднял его зад так поднял вообще как самолет загнал короче так что аж чиркал по земле вот так вот нагрузили под самый купол этими новыми заветами довез довез так что и епископ меня благоставил значит все и потом мне уже если там что-то что-то говорили я говорю смотрите я епископ благоставил общаться с протестантами взаимовыгодном сотрудничестве вот ну как бы все вот но хотя было не только сотрудничестве конечно потому что понимаете дело в том что когда после Эрла Штегина вообще после проповеди Эрла Штегина я снова Библию для себя открыл то есть через проповеди Эрла я вернулся к Библии именно Библии не просто Библии как вот церковные книги да богослужебные книги я каждый день читал Библии конечно же но как и все священники какие-то фрагменты все как это было но есть слово как Рэма да это совсем другое слово это даже не логос это тем более не граф это Рэма откровение и только лишь Рэма является для христианина оружием остальное не не подходит для оружия когда Павел пишет к Ефесянам возьмите меч духовный который есть слово Божье там говорится слово Рэма возьмите Рэму Божью откровение Бога Рэма это не просто слово Логос допустим да это мудрость это наставление это это тоже очень хорошее слово Логос и там говорится Рэма Рэма это уже открытый тебе это то что тебе уже и еще это пережитое это открытое это то что часть твоей жизни уже Рэма это тебе уже как говорится хоть кол на голове чеши это от тебя неотделимо это для тебя уже все и чаще всего это пережитое что-то в своей жизни допустим человек который болел много а потом получил исцеление от Господа у него есть Рэма о Боге как о своем целителе допустим человек он был в безденежье в нищете какой-то и потом выбился в люди и зарабатывает уже и не ворует и уделяет нуждающимся у него есть откровение о Боге как о более чем достаточном Эль Шадая вот я разговаривал с братьями тоже вот интересные свидетельства такие вот и много других откровений есть из Слова Божьего а каждое откровение это Рэма Рэма Божья или же пережитое что-то в своей жизни пережитое вот и знаете когда я снова открыл свою Библию нашел свою Библию искал ее полдня то на русском языке Библию которую возил с собой но не читал ее фактически не читал я держался славянского языка принципиально вообще даже не молился своими словами я с 91-го года с конца 91-го года однозначно до середины даже 96-го года я молился только лишь вот все на славянском только лишь по записанным текстам по молитвословам и всем прочим акафистникам но так отцы духовные мои благоставляли меня и на исповеди я это говорил тоже да вот даже всякие позывы прекратились вообще фактически к тому чтобы молиться своими словами как-то вот я молился именно ну церковно молился скажу был эти годы верным сыном русской православной церкви потому что действительно я за периметром даже этой церкви я не видел ну какого-то просвета вообще честно говоря я жил только вот этой верой церковной верой жил и знаете но в девяносто шестом это все произошло знаете как будто бы вот такое пробуждение очухался очухался от сна и вот когда Библию открыл знаете пережил такой стресс я говорю что это тоже тоже момент такой голос не голос как будто моя мысль но это явно не моя мысль я же не дурак с собой разговаривать вообще тем более знаете вот сижу с Библией да открыл Библию волнение какое-то такое вот знаете бывает что побывать в том месте где давно уже не был да много лет допустим да надо же ты все узнаешь что тебя есть не было переживаешь так и вот открыл Библию ведь эти годы я не открывал ее и я так волнуюсь тем более это Библия та которую когда-то я там и плакал над ней часто и она даже старался на нее не плакать но часто плакала аж покоробилась у нее потому что я видел часто в этой Библии себя там и вообще жизнь и знаете и Бога и вот открыл ее волнуюсь опять все это вспомнилось все вот что было когда-то в жизни и и представляете вот тихий голос слышу вроде как внутри говорит вроде как снаружи не поймешь но тихо как будто моя мысль вроде но это голос говорит так тихо-тихо Сережа представляете вот это прям с самого начала вот так суток шибающий прям не отец Сергий там батюшка ваше преподобие позвольте обратиться спасибо что уделил немного времени своего драгоценного моему слову не-не так интересно вот Сережа и прям так по-свойски так по-хорошему провоцирующий не там и же и силы земли там и как-то раб божий обшитхожий соизволил обратиться вот а именно вот так вот Сережа прям так аж обомлел прям и представьте и тихо дальше говорится так тихо-тихо прям так внутри как и вне одновременно что посмотри вначале Сережа посмотри а я смотрю и вот реально ничего не вижу наверное от волнения так предполагаю вот не могу даже строчки прочесть от волнения смотрю и дальше вот этот голос тихо-тихо говорит так почему тебе было все хуже и хуже ты старался больше и больше а было все хуже и хуже это вообще ничего не могу сказать даже не возразить ничего это правда и потом этот голос так же пауза такая такая. И дальше говорит. Тихо-тихо так же. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. И вот откуда пришло, куда ушло, кто его знает. Знаете, вот и настолько это все так вот меня просто потрясло. Знаете, и это было так провоцирующе, так по-доброму, так по-хорошему. Вроде как обличил, вроде как бы и ободрил, и не поймешь. И я впервые за эти годы молчания, можно так сказать, духовного такого, я впервые сказал к нему своими словами. Я, понимаете, я не мог ему даже формально никакого там вспомнить молитвы какой-то или что-то еще достойное какой-то молитвы. Нет. Вот просто он-то обратился ко мне именно как Сережа. Понимаете, вот обратился ко мне по-доброму, так по-отцовски, так по-хорошему. Вот. И я не мог уже по-другому сказать ему никак. Не ижи и сины на небеси там, или как-то еще. Нет. Я ему с того сказал, что папа, отец, папочка. Я как-то... То есть, я это не говорил уже давно. До 88-го года я его называл только папочкой. Папа, папочка. Вот называл так. Я во сне научился так обращаться к нему. Вот. Ну, это отдельная история. Там, после воскрешения, вот, когда начиналась Библия открываться в моей жизни, первый момент эти. Во сне я научился обращаться к нему. Вот. И обращаться к нему как к своему папе. Вот. И я так и обращался к нему. Да. Кстати, сегодня, кстати, день рождения моего товарища. Еще, кстати, к тому же. Кроме Лютера, еще можно и брата Димы его вспомнить. По вере. Теперь уже моего товарища. Очень хороший художник. Дима. Он живет в Липецке. Очень хороший художник. Хороший товарищ. И мы редко видимся вообще. Но интересно, с Димом мы виделись полтора года, получается. Там, наверное, уже прошло. Проездом я был через Липецк. Я с Кавказа ехал. И интересно, там поезд долго стоит. Час, наверное, больше. Я не помню даже. Значит, и и так вот а он подошел прям к вагону и мне так хоть так пообщались, хоть намереваюсь после Нового года уже к нему тоже заехать в Липецк. И вы знаете, интересно, вот когда мы с ним общались там возле вагона, он сказал такую интересную мысль. Вообще, он мне написал еще перед тем о чуде, что он стал христианином, он покаялся в церкви в одной там Липецкой у писятников покаялся, стал верующим человеком. Но интересная история такая о его жизни. Вот мы с ним учились в Орле, вместе в училище художественном в разных группах, там, значит, но я у них часто бывал тоже. И вот, и вы знаете, вообще история просто невероятная история для меня. И одновременно какое-то утешение такое, как для верующего. Представляете, значит, тогда, вот, в 80-е годы, в середине 80-х как раз, да, 95-й, ой, 85-й, 86-й, я рассказывал о том, что, о своем происшествии, о том, как я, ну, ребятам, ну, при случае, знаете, как бывает, особенно, когда в деревню выезжали, в село выезжали, там, вот, на подборскую отряду, там, там, насколько выезжали, мы там, бывало на целый месяц даже, на картошку у нас туда, на морковку. Вот, и, значит, и, да и в самом училище бывало, так вот общаемся, вот, о том, о всем, ну, я любил рассказывать, вот, что-то из Библии, Иван Гаркат, Анфея, тогда я помнил на память, вот, слава Богу, что тогда, вот, как бы, мозгами молодыми схватывал все это, потому что, а почему на память, потому что я каждое утро, я говорю, Библию брал от случаях в случая тогда, вот, и, понимаете ли, каждый раз переживал, когда я смогу снова иметь Библию у себя, она по рукам, там, ходила в музыкальном училище, и тогда заходила на художественное училище, к нам эта Библия, так по рукам ходила, чья она даже, пока мы не знаем, честно говоря, значит, и, ну, Библия такая подпольная, кустарная, ее баптисты, как потом я узнал, эту историю, эту Библию, уже будучи священником, узнал эту историю, что это баптисты, нерегистрированные, подпольные, где-то там, кустарные, сами там набирали, сами там, печатали, она там, Библия такая, без номера, без ничего, и видно было, что сделана довольно примитивная полиграфия, но это была как раз Библия, каноническая Библия, подпольная, и вот, и, знаете ли, и когда я переписал Матфея себе, то каждый день, утром я рано, я мало спал, утром рано просыпался, и я прочитывал это от Матфея, а когда, допустим, мы выезжали, допустим, в ту же самую деревню, я даже эту рукопись свою от Матфея, Евангелие переписанное, я, ну, понимаете ли, боялся брать с собой куда-то, то есть, очень дорожил этой рукописью, вот, боялся потерять ее, где-то ее, вот, и, а уже там, каждое утро, привычка уже была, привычка уже выработана, была уже, рано утром просыпался я, до подъема, и, еще на, на зорьке, фактически, и выходил в посадку, вот, умывался, и выходил в посадку, значит, и, вот, пока прогуливался, там, молился к Богу, обращался к Нему, и прочитывал от Матфея на память полностью, от начала родословия Иисуса Христа до Аминь, как-то, вот сейчас, да, задачу мне такую, я даже, наверное, не справлюсь с такой задачей, тогда как-то легко, все давалось как-то, и оно как-то, вспоминалось, думаю, ну, каждый раз я переживал, конечно, вспомнили все, но, боялся, может, я пропустил какие-то главы, но старался вспоминать, и слово за слово, глава за главой, как бы, конспектику небольшой, мне было подсказкой, еще шпаргалочкой, вот, оно все вспоминалось, и вот, значит, прочитывал на память, вот, и ребятам, вечером, собираемся, там, у костра, там, катушку, печем, там, что еще, вот, они там, под гитару что-то споют, значит, там, пару блатых, там, что еще, какие-то песни, там, писать, там, вот, ну, писать, то, что ты рассказал, рассказывал, я, послушал, ну, и никому, ни к сердцу, ну, как бы, и ладно, ровно через 30 лет, после всяких, там, пьяных, гулянок, там, что там, как бы, вдруг, ни с того, ни сего, полностью, вспоминаю слово в слово, то, что ты рассказывал, вообще, и вся эта дурь, настолько, просто, ушла из жизни, вообще, вот, реально, потянулось сердце к Богу, мне нужен, вот, мне нужен Бог, стал искать такие церкви, где вот тоже Библию читают, это надо же, вот, ровно 30 лет прошло, вот, и вот, у него это все созрело, все эти годы, я даже, даже не вспоминал, вот, мы как бы, мы с училищем, и не виделись-то, фактически, тогда уже, пути разошлись, но в нем это сидело все, представляете, семечка, семечка сидела, и оно потом проросло, вот, думаю, надо же, для меня, да, и когда вот, мы уже расставались уже, уже вагон, он может пошел, он сказал, что, знаешь, вот такое, как вот, утешительное слово, такое для тебя, вот, слушай, то, что ты говоришь, говорит, зная, что это не тщетно, это слово не тщетно, оно прорастет, пусть может не сразу, у кого-то, у кого-то что, но оно прорастет, и, потому что слово Божье, оно живое, и действенно, вот, оно живое, животворное, пусть Бог благословит вас, братья, и держитесь Господа, вот, всегда, благодарите Его, славьте за все, слава Богу, что ваша судьба, теперь она в руках Бога, вот, слава Богу, потому что сегодня ваша судьба, это Христос, вот, это жизнь новая, это, что бы ни было вообще, знаете, что Бог возлюбил нас, прежде даже нашего рождения, возлюбил нас, помните Иеремии, в том же самом Иеремии, что Бог сказал, да, в первой главе там говорится, прежде чем я образовал тебя в утробе, я, говорит, познал тебя, прежде чем ты вышел из дроби твоей матери, я осветил тебя, пророком для народа поставил тебя, то есть Бог, прежде чем даже мама его, она узнала беременна она или не беременна, Бог уже любил и уважал и призывал к служению этого человека, представляете, вот, и поэтому, когда люди сомневаются, простит ли Бог меня, или прощает ли до конца, Он уже простил во Христе Иисусе, Он уже простил, и блажен тот человек, который Богу отвечает, соглашается с Его планом спасения, не нужно ничего выдумывать уже, уже все, уже все продумано уже, не нужно ничего там добиваться даже уже, уже все уже, благодать есть такая, благодать, вот, спасение во Христе Иисусе, Господе нашим, это незаслуженная милость Божья, просто, просто возлюбил мир и отдал Сына Своего за нас, вот, и теперь, новая судьба, вот, это, я не знаю, где будем мы там, через год-два, я не знаю, но где бы ни были вы, и как бы мы ни были, знаете, в каком качестве мы ни были бы, вот, знаю одно, что, держась Христа, вот, или как в начале, там, просто, вот, телефон, там, сеть ловит, не ловит, прибудьте всегда в этой сети, всегда в Боге, и пусть, вот, познание Слов Божьего, да, и силы Божьей будет, потому что, одно от другого неотделимо, силу Божью познавать, которая в чудесах и знаменениях совершается и в наших судьбах, и в судьбах других людей, в окружающих людях, вот, и, значит, да и во всем, что нас окружает, и, значит, и в личной молитве, в личном познании Его, познании Его любви, познании Его мудрости, Его силы, вот, и Его Слово, потому что Его Слово пребывает во век, это точно, это сто процентов, и Новый Завет, он, знаете, как вот просто красивейшее завершение, вот, всей этой Библии, всей Библии, прекраснейшее завершение, это новый договор, скрепленный кровью Иисуса Христа, я не знаю, в разных церквях есть разная практика причастия, как часто совершаются причастия, у нас некоторые там семьи, некоторые братья, у нас ежедневно принимают причастие, ежедневно, там по-разному, но мы тоже бываем с женой, детьми вот так собираемся, гости какие приходят, вот, хлеб, плод вино, виноградные лозы, преломляем, молимся, благодарим Бога, но, ведь, самое главное, даже не это вещество, но если даже весь хлеб съедим, и все вино там выпьем, значит, ничего не произойдет, абсолютно, это то же самое, что человек, можно каждый день окунать его там на Иордане, значит, ничего не произойдет, если не будет внутреннего вот этого нашего, то есть, стремление к Богу, и Иисус говорил, что кто не ест Твоей плоти, не пьет Моей крови, тот не имеет жизни, вообще, вот, а это буквально не просто хлеб, вино, а это реально, постоянное, кушать Бога постоянно, то есть, в том смысле, что, общаться с Ним, причащаться, он сравнил очень красиво, ну, это звучит, может, как-то, по-людоедски, не очень красиво, а вот, очень красивое сравнение такое, чтобы было более понятно, это вот лоза и ветви, лоза и ветви, тоже, эти ветки, ветви, они тоже кушают, как бы, лозу, да, они питаются, вот, кушают, как бы, и, и лоза дает, это сок, и веточки плананосят, вот, и, значит, и вот это, ну, более, Но, как бы то ни было, принцип один тот же, что мы должны быть в нем и питаться его соками, его жизнью непрестанно. Кушать его, пить его и плодоносить. Пусть Бог благоставит. И благоставение, вот это я очень люблю, из четвертой книги Моисеевой, из чисел, там шестая глава, по-моему, как раз где говорится, да благоставит тебя Господь. И вот там слова благоставения. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисусе. Иисусе. Иисусе Христа. И в имени Иисуса Христа. Аминь. Будь Господь Бог благоставит вас ваше. Спасибо. Спасибо. До встречи в эфире. До встречи. А в пятницу жду на семинаре. Завтра я в Никополе буду, по-моему, там, да. И пятницу, и в субботу, да, будет семинар. Братья, в пятницу на десять часов, ой, в субботу на десять часов утра, а в пятницу на шесть вечера. Да, в пятницу вечер. Ну так и людям удобно будет. Да, спасибо. А еще приют по-четам? Да. Давайте. Я сейчас на абстиненции. Давайте помолимся. Согласимся, братья? А, помолимся. А зовут как? Игорь. Дима. Дима. Во имя Иисуса Христа. Боже, и благодарю Тебя за новую судьбу его жизни. Во имя Иисуса Христа. Благодарю. И благодарю Тебя, Боже, за молитву братьев. Благодарю Тебя, Господи, Боже, за эту братскую веру, общение наше, Господь. И за Твое чудо в жизни, брата нашего, и в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. За исцеление Твое. Аминь. За Твое, Боже, милостивое прикосновение, Боже, и Твое сверхъестественное исцеление. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Дима. Димка. Димка. Чуть-чуть-чуть ходи. Всех перекрыл. Стивом, давайте фото вместе. На улице. Давайте. Хорошо. Брат, а можно... Выключать? Да. Ага.